Добрый день. Ветхие балконы уже не один год наводят ужас на жильцов дома, расположенного в самом центре Омска. У большинства конструкций частично разрушилось бетонное основание. Куски плит отваливаются и падают вниз. В случае обрушения пострадают не только собственники квартир. Под удар могут попасть прохожие. Я рухнула вниз, я стою вот так вот и думаю, то ли мне подходить к краю балкона, то ли мне не стоит вообще туда выходить. О нависшей угрозе жильцы дома неоднократно сообщали в управляющую компанию и жаловались в администрацию города. Но пока никакой реакции нет. По словам собственников квартир, дом не признают аварийным и не ремонтируют. Я живу на третьем этаже, вот все заслали линолеум. У нас там дыры уже просочились, потому что все это как сгнило. Ну, тоже, видать, от дождей, потому что дожди идут, все это идет, и дыры, там трещины, да, на балконах трещины конкретные капитальные. То есть балкон может упасть? Да, запросто, запросто. Ну, если уже улица видна. Это все давным-давно длится. Я здесь проживаю уже 35 лет, и никогда ни одного года здесь не было капитального ремонта. Амичи забили тревогу после недавнего сообщения о трагическом случае в Саратовской области. Инцидент произошел 19 июля. В тот день сотрудник управляющей компании приехал чинить проводку в доме. Один из жильцов, увидев коммунальщика, вышел на балкон и стал жаловаться на непрочность конструкции. При этом специально расшатывал перила. Они не выдержали, упали. Мужчину отвезли в больницу, где он скончался. Вот сейчас упадешь оттуда. Пока Амичи не дошли до подобных испытаний, мы решили узнать в компании «Жилищник-8», которая обслуживает дом, что делать с опасными балконами. От интервью сотрудники УК категорически отказались, но пояснили, что трехэтажку на Жуково-152 приходится содержать себе в убыток. Общая задолженность жителей по текущему ремонту составляет более 300 тысяч рублей. Вот и выходит, что добросовестные жители находятся в заложниках у неплатильщиков. По плану, капитальный ремонт ожидает Амичей в этом году. Что именно будут ремонтировать в доме, зависит от жителей. Если собственники квартиры примут коллективное решение о том, что необходима реконструкция балконных плит, им останется заявить свои намерения в фонд. Ну а программа «Управдом» помогает внести ясность по вопросу, кто все-таки должен ремонтировать балкон. Итак, право собственности на балкон распределено между владельцем приватизированной квартиры и жилищным фондом. То есть крыша, козырек и парапет принадлежат владельцу, а несущая стена и выступающая плита – собственность ЖКХ. Соответственно, при условии признания плиты аварийной за ее восстановление несет ответственность коммунальная служба. Для того, чтобы управляющая компания отремонтировала балкон, нужно добиться признания конструкции аварийной. Для этого необходимо написать заявку на проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного балкона, которая должна быть оформлена на имя главного ответственного лица управляющей компании. Подготовить несколько фотографий аварийных зон, которые должны сопровождаться письменным подтверждением от соседей. Составить пояснительную записку, которая обосновывает необходимость восстановления балкона. Указать заявление, что аварийное состояние балкона потенциально опасно для жизни и здоровья. Продолжим нашу программу. Вот такая интересная ситуация с балконом, Александр Владимирович. Сначала определимся с тем, что это такое, что такое балкон. Во-первых, он эксплуатируется одним собственником, ну или одной квартирой, так скажем. И получается так, что чаще всего он входит в состав личного имущества граждан. И в техническом паспорте на квартиру он указан как наша собственность. Поэтому там из состава общего имущества... Из состава общего имущества плита перекрытия. Вот плита может быть отнесена к общему имуществу. На котором стоит балкон. Да. В лоджии то же самое. То есть несущая плита, которая является для одних полом, для других потолком, она может быть соответственно отнесена к составу общего имущества. Все остальное, ограждение балкона, если он там застеклен, утеплен и так далее, это все проблемы самих собственников, это их личное имущество. Но поскольку мне неизвестны случаи, чтобы мы демонтировали балконную плиту и вместо нее вставляли новую, это же не сэндвич, откуда достали и потом воткнули обратно. Опыт некоторых городов, в том числе и Москвы, говорит о следующем. Людям запрещают эксплуатацию балконных плит, если они находятся в аварийном состоянии. В отдельных случаях, если там заметно провисание, большое гниение, коррозия и открыто уже участки, которые рассыпаются, отслаиваться начинает бетон, просто демонтируют эту плиту. Но двери опечатают, наглухо закрывают, выдают людям предписание, запрещающее пользоваться балконом, даже если его не демонтируют. То есть фактически у человека по документам балкон есть, а в реальной жизни его нет. И, к сожалению, это технологии другой, как прилепить новый балкон, чтобы он был безопасным и при этом обеспечивал все функции, которые нес балкон предыдущий. Но пока никто не предлагает. Либо они очень дорогостоящие и накладные, этого сделать невозможно, либо это просто технически нецелесообразное событие. Поэтому в Москве все аварийные балконы были демонтированы. Всем собственникам, у кого намечаются проблемы, выданы предписания. То есть это неустранимые дефекты, которые просто взять и отремонтировать, подштукатурить, подмазать нельзя. Вот был у нас опыт такой на Красном пути 79, по-моему, там 9-этажный дом, где были демонтированы козырьки над 9 этажами. Там есть козырьки такие. Вот они были демонтированы, вместо них сделаны были такие маркизы. То есть легкие конструкции, но это конструкции, на которые человек не заходит. То есть они находятся над головой жителей 9 этажей. Поэтому, в принципе, вполне нормально, комфортно вышли из ситуации. Как сделать так, чтобы плиту заменить? Вот еще раз говорю, технических возможностей такой нет. Если же все-таки ремонтировать эти участки, то их надо ремонтировать по статье «Текущий ремонт». Текущий ремонт, то есть это должны все жильцы? Ну, это в бюджете дома есть строка на текущий ремонт. И если люди запланируют, что за счет этих денег восстановить те участки, которые начали разрушаться, ну, в отдельных случаях это возможно. Там сделать усиление, обварить балкон, допустим, по контуру уголком. Это можно сделать, но это даст только временный эффект. Может быть, на несколько лет продлит возможность эксплуатации балкона. Но я бы, честно говоря, опасался выходить на такой балкон, если он изначально уже начал разрушаться. А что его надо сделать в идеале? Разрушить до конца, а потом возвести новый или как? Новый не возведешь, я вам уже ответил на этот вопрос. А вот разрушить до конца, ну, если балкон находится в аварийном состоянии, то это так же, как автомобиль. Вот рушить, это же он, скажем так, будет падать-то на следующий балкон, если это 3-4. Вот если там есть элементы, которые, ну, в принципе, как бы планируют отваливаться, то их, конечно, надо демонтировать и убирать. Но это при помощи специальной техники надо делать. И надо печатать дверь, потому что дети, не дай бог. Выдать руководство, предписание о запрете, подписать у собственников категорический запрет. Ну, я бы в таком случае просто либо засверлил эту дверь плотно, чтобы абсолютно вообще никак она не открывалась, потому что наглухо ее закрыть и все. Ну, то просто человек может по наитию, ну, по привычке. Ну, иногда, да, по привычке. Или в веселом расположении духа. Открыть и шагнуть на встречу. Ну, чтобы вот этого не произошло. Там, где балкон разрушается, машиной специальной техникой вызываем, собираем, убираем. Излишки, да, у нас был случай, когда на Сибнисхозе балкон обвалился в доме достаточно старым, если я не ошибаюсь, дом 1937 года. Да, да, да. Вот, то есть... В Москве такие случаи. В Москве были случаи. Ну, поэтому, вот, когда ветер сильный был, помню, на культуры улетела просто вот, ну, возведенная загородка дома, да, то есть, ну, вот, то, что мы там в свое время сейчас, вот, пластиковые там панели делают и так далее, в свое время люди деревянные городили со стеклом, вот, все это свалилось, упало вниз, там машина была, стукнула машину чужую. Вот, но сам факт того, что это граница ответственности жителя, потому что это его частная собственность, это не относится к общему имуществу. У нас в общем имуществе только плита перекрытия. Ясно. Ну, я думаю, что исчерпывающий ответ получили наши телезрители, знают алгоритм действия, а, к сожалению, такие балконы у нас имеются, по-моему, в каждом районе. Это не какое-то из ряда вон событие, периодически оно возникает. И пока конкретно, вот, я для себя не вижу вывода такого. Я просто, как в качестве рекомендации, Владимир Борисович, чтобы упредить эту ситуацию, для тех, у кого, в принципе, возможно разрушение балкона, надо закрывать герметичными панелями, можно линолеум, чем-то таким, да. Особенно места привыкания. Место примыкания балкона к стене, вот здесь, нужно проверить, восстановить раствор. Это ваши проблемы, то есть здесь надо за этим следить. Если вы за этим следите, вода же не попадает снизу на балкон. Она, как правило, просачивается сверху вниз. Поэтому, если верхняя панель балкона будет достаточно герметично закрыта, чем угодно, любым элементом, который влагу не пропускает, он тогда и разрушаться не будет. Вот, если вы эту часть бережете, вы продлите срок службы эксплуатации балкона. Ясно. Давайте посмотрим. У нас есть следующие вопросы, будем отвечать. В нашей квартире текла вода сверху по канализационной трубе. Сделали заявку. Слесарь пришел через 4 дня. Посмотрел и сказал, что придет после обеда. Скажет, что нужно делать. Пока его ждали, образовался свищ на стояке холодной воды. Везде течет, заливает квартиру. И никого нет. Из дома не можем выйти уже 4 дня. Боимся, что затопим соседей снизу. Спрашивается, за что платим деньги управляющей компании. Продолжим нашу программу. Здесь как быть, Александр Владимирович? Ну, мне, во-первых, мы как-то учим наших слушателей и зрителей, да, все-таки. Вот первое, что должен сделать человек, который обратился за помощью в управляющую компанию при аварийной ситуации. Кто принял номер заявки, время, когда она принята. У каждого аварийного звонка есть срок его исполнения. Мне вот непонятно, и компания достаточно уважаемая, и опыта там, и у руководителей инженерного состава достаточно. Что значит, если слесарь пришел через 4 дня? Слесарь должен был на аварийную ситуацию выйти. В этот же день. Ну, незамедлительно, раз там течь. Поскольку, вот, слушатель, зритель наш говорит, что там течь, да. То есть, на течь надо выходить незамедлительно. Дальше, почему продолжает бежать, да. То есть, если это канализация, то есть, труба канализации, как он говорит, то тогда надо разбираться. В принципе, ничего сложного там нет для того, чтобы там обеспечить герметичность. Как правило, канализационные стоки, они одеваются стакан-стакан таким образом, что вода продолжает. Ну, она не должна попадать сюда. То есть, в принципе, там несложные вещи. Инженерно-технические. Да, четыре дня ждать, когда это все произойдет и там кого-то затопит, мне непонятно. Поэтому здесь рекомендации очень короткие и очень простые. Первое, вы должны были записать, когда кто принял, значит, номер заявки. Дальше, если заявка не исполнена, можно сделать повторный звонок. Либо уже в приемную руководителю сообщить, что на аварийную заявку компания не реагирует. И следующий шаг – это государственная жилищная инспекция. Обратиться туда, что вот не так, как к нам сейчас на программу, а обратиться туда. Вот 5-го числа я позвонил во столько-то, заявка была принята за таким-то номером, принявший ее диспетчер вот такой, значит, результата никакого. Следующая заявка была такая-то. Вот тогда это конструктивный диалог. Вы обращались, есть запись, там все понятно. И тогда государственная жилищная инспекция очень легко прийти и проверить. Пришли, посмотрели диспетчерский журнал, была ли заявка, было ли обращение, как она отработана. Кто его выполнял, потому что, ну, я не исключаю, что мог недобросовестно повести себя слесарь. То есть, сказал, что сходил, все сделал, да, фактически пришел через 4 дня и что-то там начал рассказывать людям, как он там будет им помогать. Поэтому в этой части вот шаги очень простые. При аварийной ситуации у нас четкие пункты. Позвонили, зафиксировали. Сейчас, тем более, предполагается, что и фиксация звонков должна быть. С марта месяца у нас начнется вот эта революция, как я ее называю. Там не только фиксация звонков. Там самое главное будет фотофиксация работ. Я, честно говоря, не представляю, как это будет. Как у каждого слесаря будет фотоаппарат. Или это на телефон будет фотографироваться, скидываться. Мы уже такой опыт имели. Мы когда-то вставили программу Супер МКД в одну из управляющих компаний. И, собственно, она уже позволяла тогда фиксировать эти все вещи. С другой стороны, это давно уже, так скажем, придуманная вещь. И на самом деле она исключает конфликтные ситуации. Вот так было, вот сделали, все. Тогда совершенно очевидно. Если сделали, что руки оторвать за это, то тогда понятно, что либо квалификация у человека плохая, либо он вообще некомпетентен. Тогда уже руководитель будет принимать решение, стоит ли оставлять такого сотрудника. Но в данной ситуации выход очень простой. Тут есть и кого наказать, есть за что наказать. Там еще такой пункт, как я понял, бахилы теперь обязаны будут. Ну, я не думаю, что каждый человек, пришедший к нам в квартиру, будет разуваться. Поэтому, если ему надо пройти и поработать, то я думаю, что здесь... Единственный момент, он очень спорный и щепетильный в этой ситуации, это, ну, у строителей называется коэффициент стесненности, когда работы надо выполнять в определенных условиях. Конечно. Вот в данном случае, например, если там болгаркой надо работать в кухне, в которой стоит вся мебель, в которой стоит... Вот как ему защитить чужое имущество от того, чтобы, допустим, брызги от диска болгарки не попали куда-то и не повредили что-то. Это вот проблема, которая будет, наверное, предметом ни одного судебного разбирательства. Ну, посмотрим, как это будет работать. Мы с вами увидим и будем освещать. Здесь по вопросу тоже все ясно. Давайте посмотрим, у нас есть блок рекламы, а потом продолжим нашу программу. Продолжим нашу программу. Александр Владимирович, у нас есть еще один вопрос. Будем отвечать. Живу в новостройке, дому 5 лет. После того, как заселилась, полтора года оплачивала за капитальный ремонт. Потом на подъезде повесили объявление, что мы не должны платить 5 лет. Сейчас пришел судебный приказ, что у меня образовался долг 11 тысяч рублей. Почему мы должны платить в новом доме? Ну, здесь у нас очень простой вопрос, казалось бы, но там есть нюансы. На самом деле, когда приняли поправку в законодательство, ее приняли в 16-м году весной. И новыми стали считаться дома, которые признаны, которые были построены после 1 июля 2016 года. Человек нам пишет о том, что дом 14-го года. То есть, заселились они. То есть, эти дома к новостройкам не попали, так скажем. То есть, первая позиция это то, что дома после 1 июля 2016 года построены, введенные в эксплуатацию, принятые. То есть, считается с момента, когда подписан акт ввода в эксплуатацию. С этого момента начинается 5-летний срок, когда дом считается новым. В этот период платить за капитальный ремонт не нужно, и квитанция за него не приходит. Людям дали информацию о том, что им не нужно платить, и они перестали платить. Хотя, на самом деле, к их дому это отношение не имело. Потому что закон обратной силы не имеет, и, соответственно, в обратную сторону не отматывалась ситуация. Второй момент, который нужно знать. В ряде регионов, в том числе и в нашем, начинают копить деньги люди. Не после 5-летнего срока, когда закончился гарантийный срок обслуживания застройщикам. А через 3 года. То есть, регион Саратов так принял, Ростов так принял. У нас та же самая история. То есть, через 3 года мы уже начинаем сдавать деньги на капитальный ремонт. Потому что, когда появится необходимость, нам нужно, чтобы у нас уже были деньги. Есть определенные исключения, связанные с Советом многоквартирного дома, с Собранием многоквартирного дома. Когда люди могут добровольное участие принять и согласие. А здесь, видимо, людей неправильно проинформировали изначально. И они оказались в ситуации, что, к сожалению, теперь они вынуждены будут выплачивать вот такие суммы. Но для того, чтобы этого не было, все-таки нужно ехать в фонд, договариваться о рассрочке. И договариваться о том, чтобы дали возможность заплатить частями за какой-то промежуток времени. Иначе, как правило, это судебные приставы, это арест счетов и так далее. Не всегда это удобно для семьи. Вот в одночасье потерять сразу всю сумму, которую требуется. Поэтому надо съездить, надо договориться о рассрочке. И надо решить вопрос для себя более комфортно. Я думаю, что там пойдут навстречу. Пойдут навстречу. Хорошо, у нас есть следующий вопрос. Давайте будем смотреть. С 1995 года по стояку горячей воды, который проходит через кухню, идет холодная вода. 23 года назад был ремонт в подвале. И после этого ремонта горячая вода не идет. Много раз приходили слесари, прожигали трубу, стучали, отсоединяли. Но причину не нашли. Что делать? Продолжаем нашу программу. Здесь, я так понимаю, вопрос технического свойства. Если с 1995 года в доме что-то было отремонтировано. Я понимаю, что тогда еще и управляющих компаний даже близко не было. Только в 2006 году мы более-менее начали работать через новые формы работы через управляющих компаний. Но до этого был сделан какой-то ремонт. Что-то там сделано было, кто-то сделал неправильно. Люди, которые терпят такую беду. Есть два момента. На самом деле, первый самый. Это все это заново надо было переделать. Я думаю, что управляющая компания в этой части, снизу вверх двигаясь, наверное, все это уже и переделала, и перепробовала. Если бы у меня оказалась такая ситуация, и заложником ее оказался бы я, я бы поставил нагревательный котел небольшого размера. Там есть 10-литровый, есть даже 5-литровый. Есть проточные нагреватели, которые израильские, они моментального нагрева. Но они, правда, энергоемкие. А так, поставить небольшой котел вместо горячей воды будет оплата за холодную. А разница, какая разница, мы за горячую воду платим или за электричество. Просто 23 года, как человек написал, находиться в этом состоянии, когда нет горячей воды, мне кажется, это просто ужасно. Или бегать с кастрюлькой из ванны, чтобы там, вот, или каким-то образом подогревать здесь. Поэтому технически возможность такая. Первое, либо от разводящей трубы, где горячая вода, но она же до какого-то этажа поднимается, не только у этого собственника, у кого-то еще она. Значит, если у всех горячая, и только у него она холодная, то надо менять только вот ту часть, которая касается конкретно его квартиры. Внутри домовые сети? Ну, даже внутриквартирные сети. Внутриквартирные. Потому что, скорее всего, это отвод. Если у всех на стояке, то тогда понятно, что от самой разводки надо менять эту систему. Но вообще, конечно, это чья-то некомпетентность, которая не добавляет нам большого счастья. Надо все-таки смотреть изначально, чтобы инженерное решение было принято. Не кто-то там на авосе, давайте вот здесь попробуем, давайте здесь. Надо всю систему смотреть, где потери пошли температуры. Там надо начинать ревизию и ремонтировать. У нас еще один вопрос, будем отвечать. У нас во дворе дома номер 12 по улице Котельникова начали производить земельные работы без согласия собственников и согласований с Горгазом и другими службами. На этом месте, где копают, хотят построить насосную станцию. Раньше станция была рядом с двором, но теперь там заросли, ямы и мусор. Вот водоканал и решил, зачем им там ставить, если можно во дворе и не надо мусор сгребать. А двор у нас приватизированный, и мы против этих работ. Что нам делать и куда обращаться? Продолжим нашу программу. Ну, здесь вот вопрос по поводу использования общего имущества. Земельный участок и строительство на нем насосной станции. Если она где-то была, потом перенесли, то, конечно, это технический регламент и предполагает он два момента. Первый. Если это элемент не благоустройства, а элемент инженерных коммуникаций, и он требуется для того, чтобы обеспечить, скажем, какую-то группу многоквартирных домов этой услугой, то чаще всего в данном случае происходит следующее. Изъятие для муниципальных нужд этого земельного участка. Либо части, либо полностью. В данном случае часть земельного участка собственников многоквартирного дома должна быть изъята. Вопрос в том, показывали, не показывали документы, что происходит. Первое. Я рекомендую собственникам, кто обеспокоен этой ситуацией, обратиться в администрацию города. На самом деле, такие работы не проводятся без ведома администрации, административно-технической инспекции, потому что, как правило, административно-техническая инспекция дает наряд на земельные работы. То есть, если мы что-то начинаем делать, и на земельных участках многоквартирных домов в том числе, если заглубление больше, чем на полметра, то нужно получать наряд на земельные работы. В обязательном порядке. Первое. Это обратиться в администрацию своего округа. Получали, не получали. Второй момент. Это целевое назначение. То есть, для чего получали. Если получали для того, чтобы там появился инженерный объект, который будет обслуживать 10-12 домов, то понятно, что он будет завязан на некую социальную функцию. Он же не просто так. Подкачивающие насосы дают возможность давление поднять и добавить, чтобы у людей в верхних этажах появилась вода. Поэтому социальная нагрузка здесь очевидна. И при всей коммерческой составляющей этого, все равно такое инженерное оборудование надо ставить. И если там рядом где-то до этого она стояла, то понятно, что подвинуть, перенести или каким-то образом построить на другом месте, это все-таки выбор остается за обслуживающие организации, за ресурсоснабжающие и за муниципалитетом. Есть возможность, предоставляет пустой свободный земельный участок. Нет возможности, то изъятие для муниципальных нужд земельного участка, который принадлежит собственникам, и там ставится то, что необходимо для того, чтобы обеспечить условия комфортного проживания для группы домов. Ну, здесь, я думаю, исчерпывающий ответ получили телезрители. К сожалению, время нашей программы ограничено, мы остальные вопросы, многие там, которые касаются проблемных точек, мы будем переадресовывать в ведение, скажем так, депутатской. Депутатам, своим коллегам я буду подарок преподносить, вот, потому что это напрямую не касается нашей программы, но все-таки много вопросов смежных, вот так мы и будем действовать. Хочу поблагодарить Александра Владимировича Бурых, члена общественной палаты, эксперта нашей программы. Спасибо большое за участие в программе, то, что приходите, рассказывайте подробно. Я думаю, что МИЧИ все это дело фиксируют и будут пользоваться вашими советами и вашими, скажем так, житейским опытом. Ну, а на этом программа Управдом на сегодня закончена. Всего доброго и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин